Библейский портал экзегет.ру представляет 32-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. Ну вот, псалмы до 32-го в основном говорили о проблеме псалмопевца, о том, что у него всё плохо, или о том, что Господь его услышал, о том, что Господь простил его грехи, о том, что он радуется по поводу Господа. В молитве человек обычно говорит про себя, но хорошо, если при этом он не забывает поговорить о Боге, о том, кому, собственно говоря, он молится. И 32-й псалом ровно об этом и говорит. У него нет надписания, как мы привыкли видеть в первой части псалтирии. Псалом Давида здесь не сказано, и тут немножко меняется. И, может быть, здесь как раз вот начало другой какой-то темы. И эта тема связана с прославлением Бога, а не с изложением собственных проблем. Итак. Он сказал и так встал, и он повелел и свершилось. Замыслы народов разрушил Господь, решение народов ничто обратил. А Господне решение вовек неизменно, что Он постановил, то из века в век. Счастлив народ, чей Бог – Господь, народ избранный им, достояние Его. Смотрит Господь на землю с небес, всех сынов человеческих видит. С престола Своего взирает Господь на людей, живущих на земле. Все сердца их Он сотворил. Все дела их Он знает. Не защитит царя огромное войско, не спасет богатыря его мощь. Конь подведет, не сможет помочь, не спасет никакая сила. Обращены очи Господа к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Он спасет их от смерти, в годину голода даст им выжить. На Господа мы уповаем, Он нам помощь ищит. Наше сердце ликует о Нем, Его имя святое нам надежды. Да будет с нами милость Твоя, Господь, мы надеемся на Тебя. Вот молитвы тоже бывают разные. Вся псалтирь – это молитвы, да? И тем не менее, есть молитвы такие, Господи, ну давай уже на конец. Сколько можно Тебя ждать? Да, вот есть и такие псалмы, хотя, может быть, не так грубо, как я сформулировал. Есть псалмы, ой, Господи, хорошо-то как, спасибо Тебя большое. А есть псалмы, Господи, какой Ты удивительный. Вот это именно из них. И мне кажется, это одна из самых высоких молитв в том отношении, что человек не задумывается о своих проблемах, обстоятельствах, качествах. Иногда он очень придирчивый и вот как-то так, знаете, вот высматривает там, выкапывает что-то, ковыряется в этом всем. А вот здесь он просто, он настолько поражен величием Бога, он настолько поражен Его благостью, что ему говорить-то особо не о чем. Но он в конце там говорит, да, как бы, да будет с нами милостой, Господь, мы надеемся на Тебя. Но ты сам все понимаешь. Нам не нужно Тебе это объяснять. Не то, как в некоторых псалмах, вот, Господи, Ты помоги мне, Ты помоги, Ты помоги, Ты помоги. Тридцатый, например, там он начинается с этого. А здесь не к Господу он обращается, а к тем, кто рядом с ним. Радуйтесь, праведники, о Господу. Славьте Господа звуками лиры. Пойте Ему новую песнь. Интересно, кстати, что значит новую песнь? Очень часто всякая религиозная и духовная жизнь понимается как повторение старого. На древнем священном языке мы поем Богу древние священные песнопения, как заведено от века. Ну, это проверенный способ, да? А что же такое новая песнь? Мне кажется, это вот очень важное такое напоминание, что если мы всего лишь повторяем, то мы занимаемся реконструкторством. Мы изображаем из себя каких-то древних праведников или кого-то еще. А вот мы можем ему спеть новую песню, то, что мы новые у него. Потому что мы такие, каких раньше не было. Здесь не сказано, вот этот новый псалом, он сам себя как бы рекламирует и говорит, вот новый псалом, раньше такого не было. Или он призывает, а вот давайте еще придумайте псалмы, исполите их к Богу. Мне кажется, он просто показывает, что отношение человека с Богом или избранного народа с Богом – это не повторение пройденного, бесконечное. Хотя здесь сказано многое о прошлом. Но это открытие, это всегда какой-то новый путь, это всегда какое-то новое слово, это новая песня. И тем не менее он вспоминает сотворение мира словом Господа, созданное небеса, он собрал воду Марии, как в бурдюк, то есть как наливают в бурдюк какую-то жидкость, так он всю воду Марии. Пусть трепещет пред Господом вся земля, именно потому, что он сотворил этот мир, потому что он сказал и так стал, он повелел и свершил, и замыслы народов разрушил Господь. Это, конечно, не раз происходило в истории, в частности, в истории Израиля, исход из Египта, когда там не хотели отпускать египтяне, когда не хотели пропускать по своей территории другие народы. И счастлив народ, чей Бог Господь, народ избранный им достояние Его. То есть мы с ним, мы с ним с самого начала, и мы все это видели. Но это не только повод для воспоминаний, это повод для новых открытий. Мы знаем из истории отношений с Богом, ну, как бывает из истории отношений с человеком, что с этим человеком интересно, что рядом с ним хорошо. И мы ждем новых каких-то удивительных событий, новых встреч, чего-то еще. И вот с Богом мы ждем новых событий, новых встреч и чего-то еще. Более того, войско или конь хороший, конь – это тогда главная ударная сила, главное достояние богатого человека. Это все совершенно не может помочь. А с Богом даже, если нет этих замечательных коней, домов, оружия и чего-то еще, мы найдем то, чего мы ищем. Потому что, собственно, сама его личность, наша к нему принадлежность, они нам и дают основания для надежды. Как здесь сказано, его имя святое нам надежда. Даже какие-то конкретные обещания, не то, что мы помолились и теперь уверены, что он исполнит нашу молитву, но вот то, какое он есть, именно это и внушает нам надежду. И вдруг следующий псалом, 33-й, как будто создает какой-то очень резкий контраст с этим 32-м, но прочитаем его, посмотрим, такой ли резкий. Субтитры создавал DimaTorzok